Добрый день, дорогие друзья! Всем привет! Это подкаст «Нестрашный ремонт» и я, его ведущий Сергей Ельников. В этом сезоне мы выходим не только в аудиоформате, но и в формате видео. Это означает, что вы будете нас не только слышать, но и видеть. И подкаст наш посвящен тому, как построить безопасный, красивый, уютный, комфортный загородный дом, как при этом не стать жертвой судебных преследований, не рассориться, искал мягкое слово, со всеми соседями, не развестись и так далее, и так далее, и получить дом своей мечты. И для того, чтобы нет более интересного и более значимого свидетельства строительства дома, чем свидетельства живых очевидцев, чем тех людей, кто построили уже для себя дома, либо кто занимается строительством этих домов профессионально. И поэтому у нас сегодня в гостях есть два таких сегмента из тех, кто занимается этим. Это супруги Арестовы, это Юлия и Роман. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Добрый день. У вас очень приятное, очень удобное сочетание имен, потому что не перепутать никогда. Роман и Юля сами себя представят. Скажу лишь пока, что Роман и Юля приехали к нам из Казани. А фланг профессиональных строителей или, скажем так, тех, кто обеспечивает профессиональных строителей хорошими, качественными, супер-ультрамодными, современными строительными проектами – это Александр Неровня, да? Добрый день. Добрый день, Александр. И Александр тоже о себе представит. Себя тут тоже скажет несколько слов о себе. У нас сегодня разговор не просто за жизнь, мы сегодня говорим о том, как правильно найти подрядчиков. Понятно, что частный строитель и архитектор относятся к выбору подрядчиков по-разному, но в любом случае подрядчики нужны, потому что времена, когда силами народной, семейной стройки люди строили себе дома, эти времена давным-давно прошли. Юлия и Роман, вы живете в собственном доме, правильно? Так и есть. Вы построили его, скажем так, частично самостоятельно, то есть, что-то вы делали сами, на какие-то работы вы привлекали внешних помощников, да? Расскажите несколько слов о себе и расскажите немного об истории вашей стройки, о том, что у вас за дом и как вы его делали. Да, меня зовут Арестов Роман, я сооснователь и управляющий партнер студии дизайнерских ремонтов «Дом ремонта Гвард». Ведущий на телеканале «Эфир» в городе Казани, технодзор «Всея Руси», автор множества статей для интернет-изданий и автор книги «Этика и эффективность в бизнесе». Ничего, что я без галстука сегодня. Да, я тоже сегодня не напрягался. О, хорошо. И в далеком, так скажем, 2010-2011 году как раз мы с моей любимой супругой Юлей задумались о строительстве дома. Но задумались уже второй раз на самом деле. И как раз построили за 4 месяца и сразу заехали. И живем по сей день. Это недалеко от Казани, насколько я помню. Да, это пригород Казани, 10 километров от границы города. Понятно. Вы занимаетесь техническим надзором в основном. Я так понимаю, это ваша ключевая компетенция. Юля, а чем помогаете супругу вы? Я помогаю в развитии. Я продюсер их компании, в частности, Романа. Понятно. Ну, то есть вы занимаетесь продвижением тех проектов? Да, я занимаюсь продвижением именно компании. Там и Романа, в частности. Продвижением компании, продвижением Романа. Да. Вот я думаю, что оба направления очень интересны. Нам очень будет интересен ваш опыт именно в выборе партнеров и подрядчиков при строительстве дома. А пока я попрошу Александра сказать несколько слов о вас. Александр, что представляете вы, какая, что есть ваша зона интересов профессиональных, личных, ваша зона профессиональной ответственности и какое отношение вашей профессиональной деятельности имеет к нашей теме выбора подрядчиков при реализации архитектурно-строительных проектов? Отлично. Да, меня зовут Александр Неровний. Я архитектор, владелец одноименной студии. Мы занимаемся разработкой проектов, скажем так, по всему миру. То есть так получилось, потому что изначально такие масштабы не планировались, но судьба распорядилась иначе. И да, мы проектируем, да, мы строим. Строим мы пока только на территории нашей страны, но в планах расширяться до глобальных масштабов. Что касается выбора подрядчиков, ну, постоянно с этим сталкиваемся, постоянно кого-то меняем, добавляем, удаляем, ищем новых. То есть процесс непрерывный, это процесс фактически производства такой. Я это сравниваю с работой оркестра, да, когда дирижер видит, что кто-то не справляется, и он меняет пару для того, чтобы вся эта история работала полноценно. Если вкратце, то так. Вопрос, про который, ну, такой, как принято сейчас говорить, автоп. Вы сказали, что ваше архитектурное бюро ориентировано на работу, не ограничивая себя национальными рамками Российской Федерации. Вообще по всему миру. Это сейчас вообще возможно? Потому что есть такая вот, не знаю, насколько это иллюзия, есть такое ощущение, что с этим стало гораздо сложнее. Или для архитекторов эти преграды, эти границы не существуют? Да нет, ну, знаете, да, определенные сложности так или иначе возникли. Они возникли почти два года назад. Но глобально Юг, Азия, Средняя Азия, Ближний Восток все так же открыты, все так же готовы работать. Есть сложности технического характера с тем же даже получением гонораров, но в целом вопросов нет. Если бы у меня были сложности с получением гонораров, я думаю, я бы проявил завидную изобретательность для того, чтобы этот вопрос решить. Мы так и делаем. Если есть гонорар, главное, чтобы гонорар был, а как его получить, это уже дело 20-е. Хорошо, давайте мы перевернемся опять к Юле и к Роману. Юля и Рома, вы построили ваш дом, да? Я, глядя на вас, на ваши интеллигентные лица и ухоженные руки, я с трудом могу себе представить, что вы сами месили бетон, которым делался ваш фундамент, сами подносили друг к другу кирпичи или крепили стропилы на кровле. Хотя что-то, возможно, вы и делали. Но все равно я рискну предположить, что, скорее всего, вы выбирали какие-то компании, каких-то людей. Как это было? Вы выбрали какую-то компанию, которая сделала вам все от и до, или вы выбирали разных подрядчиков на разный этап строительства? Мы нацелились, на самом деле, на одного подрядчика, чтобы была, так скажем, конкретизированная гарантия. Но это логичнее всего, да? Отдать все в одни руки, пусть он сделает. Да, но при этом выбирать пришлось, и, я скажу так, не сильно быстро получилось это. Потому что в строительстве я хорошо ориентировался, уже на тот момент, потому что я уже начал изучение этого вопроса. И половину работы мог вообще своими руками сделать. Но свое, когда мы начинаем делать ремонт и говорим, ну, я вот это вот своими руками сделаю. Как правило, это затягивается на года и даже, может, на века. Не делается. Да, это, ну, как правило, не делается, потому что, ну, вроде оно мне не мешает, оно не чешется, и как бы бог бы с ним. Я могу это сделать в любой момент. Да-да-да. Надо только встать, пойти и сделать. Да-да-да. Трубу покрасить, там, люстру повесить. И как бы здесь уже я, зная себя, зная свою лень, как бы мы точно определились. Меня Юлечка поддержала на всех этапах, во всех решениях. И мы определились в том, что нам нужен конкретно человек, который будет отвечать. То есть здесь у нас стоял выбор. Либо мы находим прораба, да, там, с бригадами, либо мы там идем в компанию. Анализ, который мы провели, да, там, мы прошли не одну компанию, не одна встреча с прорабами, с частными произошла, показал то, что компетенции в этой области, ну, так скажем, очень сильно ограничены у многих. То есть квалифицированных работников немного. Да, даже просто в беседе это выявлялось, на самом деле, на ура. Ну, благо у меня было понимание, что это такое, с чем вы едят. То есть, как я уже сказал, я начал до этого изучать этот вопрос. И вот анализируя вот это все, нашли, остановились мы на одном прорабе, с ним мы договорились, подписали договор, все, и как бы обозначили тот момент, что у нас будет контроль. То есть мы каждые два дня приезжали на стройку, проверяли все этапы работы, начиная там от материалов, которые используются, и самой технологии строительства. Как вы его искали? Это Авито, там, Профи.ру или как-то еще? Или есть какие-то специализированные сервисы, может быть, которые помогают найти подрядчика на разные виды работы? На самом деле мы использовали разные инструменты. Да, мы все просмотрели, как бы, ну, мы нашли через знакомую. Ну, то есть личные связи, личные рекомендации. Мы поездили по его объектам, посмотрели, что он строит, как он строит. Да, вот, и там уже остановились на нем. Ну, в сфере профессионального строительства, наверное, Александр, личные рекомендации не работают так. То есть вы, наверное, все-таки перебегаете к каким-то обезличенным инструментам, если вы хотите найти строительную компанию, которая реализует ваш проект. У вас же проекты большие. Ну, смотрите, на самом деле я сторонник того, что все все равно так или иначе на человеческих отношениях. И если мы не говорим там про стройку каких-нибудь газпромовских объектов на Красной Поляне, да, ну, где сам заказчик... Там нет человеческих отношений. Да, где сам заказчик определяет. Я же все-таки, да, в профессиональной сфере, но в первую очередь в сфере удовольствия заказчика, когда он строит для себя виллу, небольшой отель или ресторан. То есть это то, где человек выкладывается с душой. То есть это второстепенно как бизнес, в первую очередь это какая-то блажь для себя, ну, как заказать себе дорогой автомобиль или и так далее. И, соответственно, это процесс удовольствия, такого обоюдного, да, когда заказчик хочет сделать, чтобы это не просто было красиво, а еще с душой. А с душой могут сделать только люди, если обезличивать этот процесс, да, потому что, ну, то есть... Я уделяю внимание там самому младшему сословию на стройке, да, то есть обычным монтажникам, я всегда с ними поговорю, поздороваюсь и так далее. То есть нет такого, что вот начальство пришло, значит, все замерли. Нет, все участники понимают, что если они работают, они получат за это деньги, они заинтересованы в том, чтобы это сделать качественно, как бы вовремя и довести это до идеала. А как это у вас работает? Я просто с этим никогда не сталкивался. Вот вы архитектор, у вас архитектурное бюро, вы сделали проект, у вас этот проект кто-то купил. Вы отдали проект и умыли руки, и дальше уже все делает тот, кто у вас этот проект купил. Или вы принимаете участие в поиске строительной компании, в контроле, надзоре? Очень по-разному, потому что частенько в премиальном сегменте люди очень занятые, и, соответственно, они хотят получить продукт от и до. Мы, как архитекторы, имеем полное право, и мы этим правом пользуемся, заявить, что, друзья, мы готовы взять ваш проект, в принципе, начнем с вами работать, только в том случае, если стройка будет за нами. То есть если вы выбираете людей, которые будут делать фундамент, штукатуру, стены, штукатуру и так далее. Да, это, ну, как бы, на мой взгляд, часть профессионализма, потому что, когда человек нанимает сторонних строителей, ну, я сталкивался с тем, что они не справлялись, их удаляли, меняли, это были скандалы, какие-то движения. Да, это более ответственно, чем просто сдать проект и умыть руки, но это интересно, потому что ты реализуешь от и до всю свою историю. Сейчас вообще задача создать компанию полностью, строящую то, что делаем мы. То есть это наш штат, наши сотрудники, наши юристы, наши монтажники, железобетонщики и прочее, прочее, прочее. Напомните, как ваше архитектурное бюро называется? Потому что я думаю, что нашим зрителям это может быть интересно. Алекс Неровня Архитекча. Алекс Неровня Архитекча. То есть Google вас знает наверняка, если набрать Александра Неровня, то, скорее всего, он... И не только Google, да. И не только Google вас знает. Отлично. Хорошо. Роман и Юлия опять к вам. Вы выбирали подрядчиков на разные этапы строительства. У вас, я так понимаю, были разные исполнители, да? Не универсалы. Не универсалы. Не универсалы, то есть Кесури-Кесаревы. Прораб был единый. Сначала до конца. Сначала до конца, да. И бригады как бы подбирались отдельно на каждый этап работы. Но прораб всегда нес как бы полноту ответственности за все то, что делали. Прорабы вы не меняли на строительство? Прораб был от и до, то есть от ровного участка до уже предчасовой отделки. Понятно. Хорошо. Но, соответственно, строительные бригады, вы их вместе с прорабом, видимо, выбирали. Они делали вам, например, фундамент. Если оценивать опыт работы подрядчиков, ваш опыт работы с подрядчиками, какие качества подрядчика являются на ваш взгляд наиболее ценными, наиболее значимыми, если человек строит дом? То есть что должно быть в любом случае? Чистоплотность, аккуратность, умение самостоятельно готовить, юридическая чистота, я не знаю, что это. Он не должен пить алкоголь. Что важно в хорошем качественном подрядчике для строительства дома? Слово пацана. Слово пацана – это да, это сейчас. Серьезно. Это сейчас. Не, на самом деле, человек должен отвечать за свои слова, если перефразировать слово пацана. Вот. То есть это обязательное условие, что если человек дал свое слово, это не по принципу слово дал, слово взял, а дал слово, сказал, что будет вот так и как положено, и он за это должен ответить. Ну и мы, конечно, молчим о том, что он как минимум должен хорошо уметь делать то, что от него ожидается. То есть если мы берем каменчайка, он должен быть хорошим каменчайком, и с этого, собственно говоря, все начинается. Естественно. То есть обязательно обладание определенными компетенциями, желательно узкими компетенциями, потому что многорукий многоног – это не совсем та история, особенно на стройке. Лучше оттачив свою компетенцию, свое мастерство, свою уникальность в определенном, так скажем, этапе. И именно в этом этапе будет, так скажем, тебе счастье. И да, все-таки нужно понимать, что стройка – это объект достаточно опасный, и присутствие алкогольных напитков и более чего-то тяжелого, ну, в принципе, недопустимо на любом этапе стройки. Да, пожалуйста, Александр. Можно вопрос? Вот опыта у вас явно больше, чем у меня, да, в строительстве. Мы сейчас выстраиваем систему, по которой у нас не только алкоголь, но и сигареты под запретом. Почему? Потому что, ну, люди, монтажники, строители, каменщики, плиточники, неважно, они так или иначе на курение отвлекаются. То есть это «пойдем покурим зимой», это надо надеть куртки там условно, или они делают прямо на стройплощадке, что, в принципе, тоже как бы не очень хорошо. Это очень сильно разрывает процесс. То есть, грубо говоря, человек стартует на стройке там с восьми до часу, потом обед, то есть он может поговорить по телефону, позвонить родственникам, покурить, покушать и так далее. И после этого опять телефоны отложили, не пьем, не курим, матом не ругаемся до вечера. Это моя идеальная картина мира, к которой я стремлюсь. Я нашел людей, с которыми я так работаю. Это непросто, честно, рука тянется, отдай позвонить, там еще что-то, да. Но в целом производительность при этом, ну, процентов на 20, в моем понимании, выше, чем вот они вышли группой покурить, они... Можно я скажу? Да. Я прошу прощения, что я перебиваюсь, просто у меня в голове еще свежие воспоминания. Я помню, как мы никак не могли найти хорошего плиточника, когда строили дом. И у нас... Ну, вот не нравились, то жене не нравились, то мне не нравились, то было видно, что он как бы... То он не может... В общем, если человек умеет делать все и прекрасно, но при этом курит, я с этим готов смириться, так скажем. То есть для меня важнее, чтобы он был хороший плиточник, чем он был бы... В идеале пусть он будет хороший, не курящий плиточник. Но если он курящий плиточник, который любит говорить по телефону, вот лично я готов был с этим смириться и проглотить это, да, лишь бы он сделал все хорошо и качественно так, как он хотел. Он сам, по идее, не заинтересован в том, чтобы затягивать процесс. Потому что он сделает наш объект, потом он пойдет куда-то на следующий. Поэтому для меня вот эти вопросы личной дисциплины... Порядочность, да, порядочность. Вот он не должен там воровать, он должен быть адекватным, вменяемым, готовым к диалогу. Это да. Но там курить, не курить, вот для меня вот это было не так, честно говоря, важно. А для вас? Ну, на самом деле, очень интересная тема. На самом деле, идеальная картина, да, которую у вас, Александр, она и у меня когда-то была. Да, да, но, во-первых, нужно понимать, что все мы люди. У всех есть свои, так скажем, привычки, пристрастия и так далее. То есть, ну, меня тоже там одна пагубная привычка не обошла, вот, и тоже нет-нет, да покуриваю. Вот, и как бы ограничивать этот момент, если, например, есть специально отведенное место для курения, в принципе, там, по трудовому законодательству, если я не ошибаюсь, то каждый час, 15 минут можно отдохнуть. Ну, то есть, перекур, там, чай попить и так далее. Тем более, это физическая работа, это достаточно сложные моменты, где перерывы, в принципе, нужно устраивать ребятам и не препятствовать этому. Но у каждого человека свой подход и свое отношение к каким-то вопросам. То есть, слишком закрутить гайки, вопрос, ну, какова будет мотивация. То есть, если вы чего-то лишаете, то чем вы это компенсируете? Хорошей ставкой. Да, ежедневной. Тогда, если у вас прекрасная высокая ставка, то, в принципе, вы можете диктовать свои правила, и уже человек для себя пусть принимает решение. То есть, либо он там выбирает вашу ставку, и 8 часов он не курит, не пьет, да, там, либо он все-таки имеет определенные свободы. Вопрос у нас такой. Мы говорим о том, что вы цените в подрядчиках, да? Мы решили, что подрядчик – это человек, который, во-первых, должен уметь хорошо делать свою работу. Это раз, да? Он должен быть вменяемым, ну, там, и в медицинском, и в человеческом смысле этого слова. Да и отсюда мы вышли на другую грань этого вопроса, а чего мы в подрядчиках не приемлем, да? Ну, то есть, какие есть, какие могут быть особенности работы, стиля работы у него, что заставит меня сказать, нет, я не хочу, чтобы эти каменщики работали, я хочу, чтобы у меня работали другие каменщики или отделочники, или кто-то еще. Вот, да. Если, в принципе, они делают свою работу нормально, но вот есть что-то, да, что говорит мне, блин, хочу других. И эта мысль, она тоже имеет право на жизнь, и даже у меня в компании, которую мы развиваем с партнером, да, студии дизайнерских ремонтов, у нас тоже есть такие сотрудники, которые мы знаем, как они работают, знаем, что результат всегда прекрасный, но есть определенные моменты, да, там, есть один у нас плиточник, он себя сейчас узнает, вот, который не может работать в порядке, то есть, чистота во время его работы – это что-то из разряда фантастики. Это не про него, да? Да, это не про него просто. Но при этом работает хорошо. Но при этом результат у него прекрасный. То есть, когда сотрудники технодзора приходят на приемку его работ, минимум дефектов, которые можно обнаружить. Поэтому, как бы, ну, здесь приходится мириться с определенными, так скажем, моментами, то, что вот у него, да, заходишь, тут один инструмент лежит, тут обрезки, там обрезки, тут станок, тут грязно, что-то. Но в оконцовке, конечно, да, он наводит порядок, все, и уже, ну, приходится смотреть временами сквозь пальцы. У некоторых, ну, это и у нас такие люди бывают, да, у него и беспорядок, и результат не очень. Ну, с такими мы, естественно, попробовали, увидели, попрощались. К сожалению, не всегда можно даже вот... Обычно моя вот проверенная методика подбора специалистов, я выезжаю или просто даже вот прихожу в какой-то новый ЖК, да, и просто иду там по всем квартирам, в которых делаются ремонты. Я захожу, знакомлюсь, я сразу вижу, что они делают, как они делают, отношение к этому. И, увы, бывает так, что человек вот, ну, на каком-то объекте, да, вот я зашел, посмотрел, да, там и беспорядок, и то, и все, и пятое-десятое. И результат хороший. Приходит ко мне, да, у меня там, я плачу, например, больше, чем, ну, там, где он работал. И у него отношение в том числе начинает меняться. Это уже вот про ту историю, да, когда мотивация преобладает, да, в какой-то степени. Вот. А есть люди, которые на каком-то объекте там идеально все, да, у них вроде чистенько, порядочно, да. И на самом деле потом выясняется, что ты просто попал в момент, когда уже заказчик пришел, там, вычистил сам все, и вроде все как чисто, и при этом тебе понравилось. А у тебя, ну, заказчик же не придет, не почистит. И как оно есть, ты так и видишь. Ну, не знаю. Мне кажется, что все-таки все люди, которые работают на стройке, это касается, это происходит не только на стройке, они все, ну, у них есть какой-то определенный уровень мастерства и определенный стиль работы. Если этот человек, которому там уже 30+, то этот стиль работы можно назвать сложившимся. То есть он, если будет корректироваться, он будет, как я думаю, может быть, я не прав, может быть, вы меня поправите, но этот стиль работы, он уже, ну, корректируется достаточно незначительно. И это касается и к организации рабочего места, и к аккуратности исполнения и так далее, и так далее. То есть, грубо говоря, дитё воспитывают, пока он поперек лавки лежит, вот, а профессиональные навыки, они формируются там до определенного возраста и приходят с определенным объёмом выполненной работы. Вот. А потом уже корректуры там могут быть только в одну и в другую сторону. И есть вопрос только в том, согласны вы с этим, как заказчик жить? То есть устроит вас вот то, что он там долго раскачивается, там, долго курит, смотрит в небо, там, в потолок, звонит там всем родственникам, прежде чем там сделать какое-то первое движение? Либо у вас это вызывает чувство вот какого-то вот протеста. Но здесь надо сказать, что, наверное, требования ваши, как людей, которые строят частные дома и делают дорогие частные ремонты, и требования Александра, который следит за выполнением больших корпоративных заказов, они, наверное, отличаются, потому что, скажем так, цена времени, да, вот, и цена организованности рабочего процесса в вашем случае, Александра, она, наверное, совсем, ну, не совсем другая, но она, наверное, другая, чем у вас. И тут могут быть свои личные какие-то заморочки. Я, например, по своему опыту могу сказать, я вот категорически не люблю, когда подрядчики, я просто вспоминаю это, да, когда они начинают доказывать тебе, что черное это белое, да, грубо говоря, начинают лечить. Вот, я помню, мы строим дом, вот у нас возводится стена, вот подходит моя жена и говорит, что я не помню что-то там по поводу там швов вкладки, кажется, на газобетон, что он должен быть такой. И говорит, да нормальные швы. Мы все время так делаем. Она говорит, должны быть швы вот такие. Причем мы договаривались об этом, какие там должны быть швы, как они быть там затертые и так далее, и так далее. Но этот каменчик, он на головом глазу говорит, да нет же. И вот и тут у меня возникает ощущение, что он просто не хочет делать так, как хотим мы, да. И, ну, для нас мы в данном случае победили. То есть, мы заставили, в конце концов, делать его так, как надо. Но мы не махнули рукой вот так вот. Может быть, и не страшно было бы. Может быть, эти швы... Там самое главное, чтобы пустошевки не было по возможности. Ну, вот, что в поведении подрядчика вызывает аллергическую реакцию у вас, Юлия и Рома? Что вот вам категорически не нравится? Ну, вот как раз вот этот момент, когда говоришь одно, они говорят, так должно быть, да, Рома? И с этим очень часто сталкиваются. Да. А проекты не пытаются улучшать? Когда вам приходят и говорят, вам тут в проекте нарисовали, давайте лучше, я все время так делал, давайте мы сделаем лучше вот так. Ну, они же все лучше знают. Они пытаются, да, показать, что они умнее всех, но, к счастью, сейчас, во-первых, я сам научился отстаивать эти моменты, да, и как раз мы на сегодняшний день в моем лице и в лице моих сотрудников мы помогаем и нашим коллегам, не конкурентам, а именно коллегам, и частным заказчикам разговаривать с исполнителями. То есть мы даем, предлагаем услугу технодзора. Вот это важно, да. Да, и приезжая на объект, мы, основываясь на каких-то технических, так скажем, знаниях, компетенциях и, так скажем, регламентах, мы уже говорим, как это должно быть. И принцип «я так сто лет строю, и оно стоит и не кашляет» уже здесь не проходит. Понятно. Буквально месяца два назад произошла ситуация, меня моя сестренка позвала посмотреть дом, который она хочет себе купить. Я был в легком шоке, это совсем не про то, очень сильно удивлен, когда несущая стена дома, да, он одноэтажный, да, там, несущая стена дома, на которой закреплена была крыша, да, всего 120 миллиметров. Пол кирпича. Несущая стена? Из кирпича была? Из кирпича. Так. Ну вот. И то есть это для кого-то норма, причем я обратил внимание, в объявлениях очень много таких домов продается. На самом деле они недорогие, поэтому их много строят, много продают, но сколько этот дом простоит, с учетом того, что 120-я стена, согласно СНИПам, да, неглупые люди их придумывали, 120-я – это перегородка. Ну да, это межкомнатная. Да, с ограниченной несущей способностью, тем более 2.1НФ, я извиняюсь, да, не просто кирпич, а 2.1НФ. А это что такое? Ну, это крупноформатный блок. То есть 2 и чуть-чуть НФ. Вот. Все-таки несущие способности, ветровые нагрузки никто не отменял. То есть дом – это достаточно сложная конструкция, которая требует учета многих моментов и многих элементов. И пренебрегать какими-то отдельными конструктивными моментами в строительстве, даже в малоэтажном строительстве, ну, я считаю, вообще нельзя. Ну, поэтому вот как раз и нужен всегда проект. Да, поэтому, да, если, так скажем, акцентировать, да, внимание на каких-то моментах, которые обязательно должны присутствовать, если вы вдруг задумались там о строительстве или еще о чем-то, это у вас должен быть конкретно продуманный проект, да, в помощь Александр, у вас должен быть, даже если вы выбрали там какую-то компанию, да, полноценную, все, которая все вопросы организовывает, либо там отдельные бригады вы нанимаете, либо прораба и так далее. Найдите контролера. Призовите технодзора, который поможет вам с учетом там, есть у вас компетенции в строительстве, нет компетенции в строительстве, да, он поможет вам в разговоре и с исполнителями, и с любым, так скажем, руководителем подрядчика. Ну, да, потому что одна из особенностей подрядчика, особенно на такой вот неорганизованной стройке, по моему опыту, является то, что иногда вот и прорабы сами, да, и те люди, которыми эти прорабы управляют, они, например, думают, что по большому счету не так важно, какую мы возьмем арматуру, да, там 12 миллиметров в диаметре, или 10. Вот, если мы 10 возьмем, а, скажем, а в смете у нас написано 12, то заказчик, он ничего не заметит, и ничего страшного вроде как не будет. То есть, вот это вот стремление, грубо говоря, подворовать по мелочи, это вот наряду со стремлением полечить заказчика, это для меня вот вторая красная тряпка, например, да, уже второй предупредительный сигнал, который говорит, так, стоп, вот тут, наверное, что-то уже совсем не так и с этикой, и с исполнительностью, и так далее, и так далее. Александр, а ваши подрядчики бывало, чтобы они хотели отступить от проекта? Потому что отступить от проекта при строительстве частного дома, это вообще сплошь и рядом. Вот, а вот если мы говорим о профессиональной архитектуре? Когда мы говорим про коммерческую на самом деле, в первую очередь, у нас разница в том, что есть частное строительство, где для себя, там, ну, то есть, почему я говорю про... Такие заказчики у вас есть тоже? Ну да, конечно, и частные, и коммерческие. То есть, к вам может прийти человек в Александре неровне архитекции сказать, я хочу, чтобы вы спроектировали мне частный дом, для меня и моей семьи. Если друг другу понравимся, если мы договоримся, то, конечно, да. То есть, мы выборочно сейчас работаем, но в целом, да. Почему вообще я начал эту историю, чуть-чуть затрону прошлый вопрос, относительно организации труда, ну, курения и так далее. Я стараюсь платить людям повышенные ставки, но за время, потому что для коммерции очень важно, чем быстрее сдадимся, тем быстрее идем в дело, тем быстрее начнем зарабатывать, возвращать деньги обратно. В жилье такого нет. Человек делает для себя, скажем так, гнездо родовое, да, и он его, скажем так, ну, он может его делать год, может делать два и так далее. Понятно, что есть договор со строителями и прочее, но... Не всегда. Согласен, согласен. Но бывает так, что я хочу за два месяца заехать, хочу перед Новым годом заехать, там, купил квартиру в октябре и так далее и тому подобное. Но вот те, с кем мы сталкиваемся, да, у них там две недели, месяц как бы не принципиально. А в коммерции это критические цифры, потому что каждый месяц это деньги, налоги, зарплаты и прочее, прочее, прочее. Так. Да, приходилось ли... Да, вот приходилось ли... Или был ли у вас опыт, когда ваши подрядчики пытались отступить от проекта? Я не знаю, я сейчас хочу картинку показать. Это у меня на объекте в Карелии, значит, да, по лицу Романа понятно, что технодзор бы такое не пропустил. Значит, мы сделали для моих друзей хороших проект базы в Карелии. Значит, что вы видите на изображении? Вы видите две сваи, то есть обычно сваи винтовые, они идут с удлинителями. Самое главное, что они сварены между собой. Да-да-да-да. Для надежности еще прошлись и покрасили этот шов, я прошу заметить. Да, постарались. Так вот, да, друзья просто не контролировали подрядчиков, и подрядчики не то чтобы внесли изменения в проект, им построили дом, который нужно разобрать для того, чтобы его привезти. То есть они не успели закончить его в сезон, и в ноябре его законсервировали. Но когда приехал технодзор, вот, собственно, появились вот эти фотографии. Смысл в чем? Всегда без должного контроля будут изменения. Они могут быть минимальные, но если вы даете свободу, то изменения будут. Вот нам было удобнее поставить дверь здесь, а не там. Это произойдет. Вот постоянно. Электрики у меня любят там, я рисую несколько розеток там, рисую четыре, там две по две. Они такие, нет, давай три, три удобнее. Потому что рамка у нас там, где мы покупаем, она такого размера. И это происходит сплошь и рядом. Вот кроме жесткого контроля, на мой взгляд, нету возможности этого избежать. Ну да, это правда. Это правда, потому что действительно они рассуждают как. Но мы не будем уже там каждый чик согласовывать с Александром. Он человек занятой, он сейчас куда-то в Дубай улетел, а у нас тут как раз вот напрашивается решение, когда вместо четырех розеток мы две поставим, оно же в принципе нормально. Ну что, где четыре хватит, там и две хватит. Поэтому это не критично. И поэтому вот еще одна история, которая для меня, я считаю, что она очень важна, когда мы строим дом, да, и выбираем подрядчика, и согласовываем подрядчикам, доводим до подрядчика наши условия, то есть наши ожидания, наши представления о том, какой мы хотим видеть его работу. Это в случае, если у него возникает вдруг соблазн, что чего-то сфантазировать или изменить, он обязательно должен это согласовать. То есть, может быть, это изменение действительно будет, что называется, к месту. Может, оно действительно будет нужно, но он должен это согласовать, он не должен стоять перед фактом. Вот когда стоят перед фактом, сказали, ну у нас же не было другого материала, поэтому взяли вот этот. Вот это вообще, на мой взгляд, смертный грех. И последнее дело, это, конечно, там заставлять переделывать. По поводу контроля, тоже пример из собственно практики, но не из моего дома, а то, что тоже, кстати, в Карелии. Мне доводилось видеть, возможно, в одном из выпусков я уже как-то на этот опыт ставался, уж больно он показательный. Мы снимали в Карелии ролик о строительстве загородного жилья, вот, красивых загородных домов. А Карелия, надо сказать, она просто располагает к тому, чтобы там строить хорошие индивидуальные дома, потому что прекрасные сосновые леса, много озер, к этим озерам неплохой подъезд, как правило, есть и так далее. Вот. И вот нас клиент привозит на один из таких объектов. Там стоят дома из прекрасного такого, очень такого большого бревна, то есть ты сразу проникаешься, когда ты видишь эти большие бревна. И да, это срубы, которые там отстаивались, там то ли год, то ли два, то есть все было нормально, все было хорошо. И выглядит все так, ну, видно, что хозяин вложился, потому что это на берегу озера, там какой-то свой причал, туда камни специально привезли для того, чтобы создать вот этот ландшафтный дизайн, то есть выглядит все очень убедительно. Но я захожу внутрь этого строящегося дома и смотрю на кровлю. И я вижу, что в кровле, в кровле сделаны окна, не мансардные. То есть надо понимать, что все окна, которые делаются по классическим иконным технологиям, это окна, которые делаются в стену. Ну, по крайней мере, вот ПВХ и дерево, да, это в стену. А если мы хотим сделать что-то наверху, второй свет, это металл. Это металл обязательно, это алюминий там или сталь, да. А если мы хотим, чтобы эта конструкция была открывающаяся, тогда пожалуйста, в Акра и Велюкс есть специальные профили со специальной геометрией, которые позволяют сделать эти мансардные окна. Там стоят, вот в этой кровле, самое обычное, это глухое остекление. Это 60-миллиметровая профильная система. На заводе они делают там с дренажными отверстиями, да. И вот это стоит в кровле. И это означает, что как только будет зима, то сразу же побежит, даже не зима, осень настанет, побежит вода сразу же. Потому что вот такие окна вот на наклоне, они не могут быть герметичными. И когда я спрашиваю строителя прораба, слава богу, он не имел отношения к нашему клиенту, а почему вы сделали так? Он сказал, ну вот эти стоили вот 100 рубля, если бы мы делали фактор, то это бы стоило 150. И мы подумали, ну что, мы будем лишний раз нервировать заказчика, да. Он и так весь дерганный, потому что смета постоянно растет в сторону увеличения. Тут еще мы с этими окнами, тут реальный шанс сэкономить. Какая разница, тут стекло, там стекло, да, говорит он. Да? Вот. Это вот одна ты. Вторая история такого, это вот такой, это я даже не знаю, как это назвать. Ложный профессионализм, да. Нежелание, нежелание согласовывать, лень, желание побыстрее заработать свои деньги, не дать какие-то детали, потому что, если я предложу дорогие окна, нужно будет доказывать почему, зачем, стоит ли это на самом деле 150 рублей, а вдруг он вообще откажется, вообще скажет, сделать там глухую кровлю и так далее, и так далее. Вот один из таких примеров. Я был в шоке, потому что дом действительно красивый и дорогой, но вот эти вот две вот эти вот детали, они портят абсолютно все. То есть дом нормально работать не будет. Второй пример, он уже ближе, он уже из области классического остекления, это тоже вот такого ложного профессионализма. Дом был уже построен, все хорошо, осталось только поставить туда окна как раз в стены. Вот. И оконная компания, но она сделала предложение на такую хорошую сумму, потому что в доме было 24 окна, да. Вот. Прораб, который решил, что это дорого, вот, он запросил предложение в альтернативной оконной компании, ему сделали предложение, которое было, ну, раз, наверное, в два дешевле, а то и больше. За счет чего? За счет того, что количество открывающихся створок уменьшилось, в итоге их осталось две, да. Одна на первом этаже, а вторая на втором. Вот. А когда недоуменный заказчик сказал, а что ты у меня тут такой аквариум, да, и вообще, я хочу на втором этаже окно помыть, а как мне дотянуться до него? Мы сказали, ну, как, ну, у вас тут все равно сплит система, да, поэтому что вам тут открывать-то все, у вас все будет нормально. Да, и вот, то есть, даже такое. И там заставили переделывать, и, слава богу, переделали, потому что жить в доме, окруженным глухарями, это как бы не очень хорошо. Вот. А были ли, может быть, случаи, Александр, в вашей практике, когда подрядчики включали голову, думали вместе с вами, и наоборот, предлагали какие-то изменения проекта, и эти изменения были к лучшему? Или это из-за области фантастики? Были, конечно. Вот продолжение вашего вопроса, да, что вы рассказали про открывающиеся окна только на, в двух местах. У меня заказчики были, которые пытались на всем сэкономить, в итоге на каждой второй позиции они платили дважды, потому что они пытались срезать, вынуждены были переделывать, пытались срезать, опять были вынуждены переделать. Вроде бы дешевле было на 10-15%, да, от последней цены рынка, но потом они платили такую же цену, в итоге переплачивали там 180% условно. Вот. По поводу того, что подрядчики дорабатывали, было, конечно, особенно поначалу, когда мы были неопытные, нам советовали, особенно вот я помню момент с фасадными кассетами, есть размер листа и есть возможности гибочного станка, который может, значит, изготовить эту кассету, завлицевать эти углы и так далее и тому подобное. И где-то мы закладывали очень маленькие сечения, нам ребята говорят, ну мы физически, у нас там наш станок не позволяет сделать, допустим, вот такой вот элемент, давайте подумаем, как можем это сделать. То есть, и благодаря этому мы сильно развились именно с этой фасадной точке зрения. Бывают, бывают, достаточно часто. Юля, Юля и Рома, скажите, пожалуйста, вам в ходе строительства вашего дома подрядчиков на какие-то ведроводы приходилось менять или у вас был такой прораб, который подобрал нормальные бригады, и эти нормальные бригады отработали от начала до конца? Нет, мы как сказали, что у нас прораб был один. Да, 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 прораб один, да, я понял. Да, и там он уже сам... Ну, то есть, он кого-то менял? Нет, не меняли. То есть, ребята, которые зашли на фундамент, свою работу выполнили, каменщики свою работу выполнили, кровельщики свою работу выполнили. То есть, в принципе, замен не было, и все шло четко. Я еще раз повторюсь, мы каждые два дня приезжали, контролировали и смотрели. Мне кажется, мы каждый день ездили туда. С утра детей отвозили в школу, в садик, и сразу на стройку ехали. Ну, нет, на самом деле, мы через день ездили. Да? А мне казалось, что мы там жили. Ну, и на самом деле, конечно, хорошие подрядчики – это, ну, как любой поставщик каких-то услуг качественных, которым ты доволен, это такой ценный капитал, которым ты передаешь потом знакомым, да? Вот, ты его рекомендуешь. Это вот, если у тебя есть круг таких людей, ну, не знаю, автомеха... Ну, любую сферу, какую ни возьми. Если у тебя есть люди, работой, которых ты доволен, ты будешь ее беречь, ты будешь ее ценить, ты будешь ее рекомендовать и будешь передавать ее дальше. Вот. Я, когда я был в Европе, я этим сталкивался с меньшей степени, потому что там, в той же Германии, там существует более или менее объективная система ранжирования. То есть там, ну, грубо говоря, если мы... Какую сферу услуг мы не возьмем, вот, не знаю, стоматологов. Вот. У стоматологов у них есть... Не только у стоматологов, у них... Вообще у врачей у них есть рейтинги. У них есть рейтинги, которые основаны на количестве отзывов, на количестве там каких-то вот претензий, которые к ним выдвигаются и так далее, и так далее. Эти рейтинги формируются за счет там и публикации, и подтверждения в научной и профессиональной среде и так далее, и так далее. И, в принципе, можно не заморачиваться поиском через личные связи, потому что вот эта система неперсонального ранжирования не только стоматологии, но и в строительстве, да, в любой сфере, она позволяет найти, там, не знаю, адвоката, парикмахера или штукатура. Это чем-то напоминает то, как на профиру это сделано, да, только это в национальном масштабе. Вот. Не вдаваясь в какие-то вот подробности без необходимости подключать личные связи. У нас это пока не работает. Ну, то есть, не работает в такой степени. То есть, есть какие-то сегменты. Скажем, в Москве, если вы ищете хорошего сборщика кухонь, вам не нужно всех своих знакомых обзванивать. Тот же там профиру или авито, он дает нормальную систему вот оценки таких вот независимых бригад, которые, кстати, очень неплохо зарабатывают. Вот. Где вы довольны. Но если мы говорим о стройке, то тут, конечно, никаких таких рейтингов нет. А как это выглядит в сегменте профессиональной архитектуры? Это тоже от сердца к сердцу в заказчиках, заказчика передач, или есть какая-то база данных по компаниям с рейтингами и оценками, опираясь на которые вы можете найти качественного производителя на какие-то виды работы? Ну, если мы говорим про начальную стадию, на которой я сейчас нахожусь, то это больше вот личная связь. Если мы говорим про крупные строительные компании, куда у меня пока доступа нет, это там и рейтинги свои, и там проверки серьезные перед стартом, вплоть до оборотов и прочего. То есть... То есть строительная компания, она любого подрядчика, если строительная компания определенного уровня, она его проверяет не только как платежного контрагента, проверяя, чтобы он все налоги платил, но есть проверка, видимо, добросовестности исполнения. А есть ли, интересно, такие вот такие вот механизмы контроля в сфере индивидуального жилищного строительства? Потому что есть же крупные компании, которые строят коттеджные поселки, ну, не знаю, там тот же Гудвуд, например, да, или остальные. Они же строят, ну, как бы достаточно масштабно. Или это надо к ним отдельно вопрос адресовать. Я думаю, что лучше к ним, но каскад строят сейчас за городку. Я однозначно уверен, что у них свои же строительные подразделения, которые под Москвой, по Первомайскому округу. Они два поселка, парк Апрель и второй мартхаус, по-моему, в той же Апрелевке. То есть полноценно большая строительная компания заходит, то есть своими силами. Ну да, это, кстати, сейчас одно из таких интересных явлений, когда большие строительные компании стали заходить на рынок ИЖС. И, как они сами говорят, они строят небоскреб, который не так стоит, а вот так. Вот, то есть они выкупают землю. Я просто вспоминаю, как мы выбирали подрядчики для строительства нашего дома. Это было, конечно, ну, смешно и грустно. И сейчас это вспоминается как смех. Вот. Но так получилось, что у нас был проект, но было совершенно непонятно, кто этот проект будет реализовывать, да. И тут моей жене, значит, звонок. Звонок от специалистов в области водоснабжения, который одно время контролировал водоснабжение нашей дачи. И он сказал, что я слышал, что вы что-то там хотели. Вот вы знаете, у меня буквально сегодня освобождается бригада очень хороших каменщиков, которые еще и фундаментом могут сделать. Короче, вот, если вы хотите, могу поделиться. А его рекомендации для нас действительно много значили. Вот. Время, наверное, часа четыре, да. Вот. И оказывается, что вечером эти люди готовы приехать. Их надо где-то разместить, да, для начала. Вот. Разместить их пока что негде. Потом оказывается, что поскольку они граждане были ближнего зарубежья, по-моему, из Узбекистана были эти каменщики, там встает вопрос, там, оплаты лицензии, разрешений, еще чего-то для того, чтобы они, ну, как бы, могли нормально жить, передвигаться и не попадали там на штрафы и так далее, и так далее. И, в общем, переход из состояния, мы не знаем, кто у нас, кто нам будет строить дом. В состоянии, что нам будут строить эти люди, и нам срочно нужно подорваться. Вот. И принять кучу вот таких вот управленческих решений для того, чтобы тут же разместить и начать с ними отношения, он, не знаю, он по времени практически был таким невидимым совершенно. Скажите, а почему так получилось, что вам посоветовали каменщиков? Ну, то есть, я понимаю, да, люди приезжие, такое у нас сейчас часто бывает, и действительно нужно дать им какие-то условия, но если человек, который ими руководит, фактически это его бригада, они должны быть, ну, нормальные компании, на мой взгляд, то есть, если ты людей нанимаешь, ты должен дать им условия. Не перекладывать это на вас, как на клиента, ну, потому что, представим, да, в 4 часа вам позвонили, в 8 вечера они приехали, стоят с вещами, так, на остановке. Вот так это и было. Что нам делать? Нет, они даже не приехали, мы их забирали. А, даже так? Конечно. Нет, но тут изначально, мне кажется, ошибка, скажем так, в подходе, я не знаю, чем это все закончилось, опять же, но бытовка, лицензии и так далее, вас, я считаю, волновать не должно. Ну, смотрите, Александр, я сейчас в роли уже не ведущего, отвечающего, скорее, да, но могу сказать так, что не зря говорят, что хорошим домом получается третий. То есть, первый вы строите, вы набиваете какое-то количество шишек, вот, на втором доме вы их набиваете уже меньше, третий дом у вас получается уже вот такой, какой вы хотите, он уже приближен к идеалу. Для нас это был опыт первый, вот, он был такой, в нем был очень такой высокий элемент спонтанности, и да, когда мы начинали это делать, вот мы тоже думали, что мы сделаем все как у людей, то есть мы сделаем проект, потом мы посмотрим бригады, потом мы эту бригаду найдем и так далее, и так далее. И мы были уже на стадии, когда у нас был проект, мы искали бригаду, но нам одни не нравились, у других не подходили сроки, да, вот, и третьи хотели слишком много денег, у четвертых не получалось что-то еще, то есть это были не строительные компании, это вот есть вот такой большой достаточно рынок вот этих вот свободных бригад, которые от заказчика к заказчику ходят, вот, и передаются опять-таки вот через устное, устное такое вот народное предание от стройки к стройке, да, вот, и нам просто неожиданно действительно позвонил человек, которому полностью доверяли, да, и, кстати, это доверие оправдалось полностью, потому что ребята сработали очень хорошо, они как раз не лечили нас, они совсем соглашались, они исправляли все эти ошибки, которые замечали, этих ошибок было очень немного, вот, и свою часть фундамента и стен они сделали очень хорошо, я до сих пор им благодарен, вот, я еще никогда не ел такого вкусного плова, который готовили они себе, да, потому что они попросили купить им казан, они готовили там около бутовки там плов себе замечательный, они не пили, вот, они были очень дисциплинированными, грамотными, неплохо говорили по-русски, и если они, например, видели какие-то вот изменения, которые надо сделать, они это всегда согласовывали, то есть там не было никакой самодеятельности, вот, то есть в этом смысле этот выбор, да, он такой был нестандарт, но он получился в конце концов хороший, то есть мы остались довольны, мы вспоминаем их с большим удовольствием, вот, но, но, да, но там был элемент вот такой вот спонтанной внезапности, когда вдруг оказалось, что нужна бытовка и нужно вот этих четырех человек там куда-то селить, вот, и потом их обеспечивать. У нашего соседа было все по-другому, у нашего соседа мы, я прямо обзавидовался ему белой завистью, потому что он, к нему приехала девушка с планшетом на участок, вот, они, видимо, на этом, у них, видимо, был уже согласованный проект, эта девушка с планшетом появлялась там два раза в неделю, вот, и потом к ним заехала бригада, вот, девушка с планшетом постоянно контролировала, чтобы у бригады было все в порядке, то есть наш сосед вообще там появлялся редко достаточно, он занятой человек, вот, появлялся редко, но вот они начали стройку в марте-апреле, да, в ноябре, вот, ему поставили последние какие-то декоративные элементы газона, отделяющие его забор от проезда, то есть сделали все, поставили бытовку на участке, да, поставили видеонаблюдение, сигнализацию, вот, сделали подъезд, ну, короче, сделали вот все, что только можно, не знаю, как внутри, потому что внутри дома там, вот, нас не приглашали, мы не видели, но, в принципе, было такое ощущение, что вот он сделал вот так, и через полгода у него был дом, причем за этим домом смотрела девушка с планшетом, и она, в общем-то, вызывала доверие, вот, я очень надеюсь, что все было хорошо, сейчас вот мы чистим снег рядом друг с другом с ним, вот, и я думаю, что он доволен тем, как у него это все получилось, но у нас был не тот случай, но я подозреваю, что и бюджет у нас получился поменьше, чем у него, потому что, конечно, наверняка работа таких компаний, она наверняка стоит денег, поэтому я думаю, что наши слушатели и зрители, они, скорее всего, пойдут по какому-то смешанному пути, то есть идеальный вариант, это, конечно, вот есть строительная компания, вот ты ей полностью доверяешь, отдал ей деньги, периодически появляешься, получаешь готовый дом, но на практике, на практике очень много людей продолжает строить вот таким вот смешанным способом, когда у них есть проект, да, и для реализации этого проекта они уже ищут разные бригады, по личным связям, по знакомым, электрику делают те, отделку делают те, фундамент делают те, это другие, то есть я даже затрудню сейчас сказать, если вот взять весь объем строительных работ, принять за 100 условных единиц, какая часть из этих единиц делается строительными компаниями от и до, я подозреваю, что таких компаний будет больше со временем, да, вот, а какая часть делается вот таким вот образом, хосспособом, как это делали мы, например, да, вот, как с вашей точки зрения рынок этот развивается, будет в нем расти доля вот таких вот профессионалов, или люди опять, или будут больше опираться на какой-то вот личный опыт и такие вот мигрирующие бригады. На самом деле тенденцию развития рынка проследить достаточно сложно, но могу сказать, что я самолично делаю немаленький вклад как раз именно в улучшение качества предоставляемых услуг, потому что на сегодняшний день уже есть ряд компаний, которые нанимают меня как стороннего независимого технодзора, при этом у меня уровень лояльности, так скажем, к работам равен нулю, и если я вижу какие-то дефекты, я их обозначаю, и ребята их исправляют. Если есть необходимость аргументировать, мы их аргументируем, но при этом качество, ну, то есть цель, сама цель всех этих вот контрольных контролей проверок, да, результат. Идеальный результат, без рекламации, именно здесь на самом деле и зарыта экономия. То есть не у всех есть правильное понимание экономии при строительстве. Кто-то считает, что нужно сегодня, сейчас сэкономить там на той же арматуре, да, как вы привели пример, на том же растворе бетона. Да-да, марк цемента, да. Да, там на тех же стеновых... Толщина, штукатурки, шпаклевки. Да, стеновых элементах каких-то, да, каркасе, кровле и так далее. То есть очень много экономии пытаются сделать именно на этих этапах. А по факту эта экономия в большинстве процентов случаев, она выливается боком. И когда приходится исправлять результаты этой экономии, то стоит помнить о том, что приходится платить за демонтажные работы и за вторичный монтаж. При этом у нас еще материал. Первый испорчен, новый все равно куплен. Ну да. И то есть здесь экономия, ну, совсем неэкономная называется. То есть в плане комбинированного подхода там или отдельных бригад, да, компании также заинтересованы, чтобы их исполнители тоже прогрессировали, тоже, так скажем, набирали определенную компетенцию, ну, и росли, да, в определенной степени. Очень часто такое бывает, что исполнители, которых мы можем увидеть там у какой-то отдельно взятой компании, их тоже можно найти отдельно, так скажем, на рынке, да, там, которые пытаются, ну, в обход компании самостоятельно зарабатывать. Но опять же, здесь стоит помнить о том, что компания, которая заинтересована в качестве своих услуг, она, соответственно, и контроль организовывает. А когда эта же бригада приходит к вам напрямую, не факт, что она выдаст именно тот результат, который гарантирует вам компания. Поэтому, поэтому, Роман, что я думаю? Я думаю, что ключевым на самом деле является даже не то, строит ли вам дом, условно говоря, дикая бригада, которую вам рекомендовали друзья, да, вот, либо строительная компания. Должен быть независимый, объективный механизм проверки подтверждения соответствия того, что делается тому, что изображено в проекте. Вот если это есть, я могу, хоть я не знаю, своего соседа позвать, который там, ну, другого, да, не того, которому компания строила. Да даже его. Ну, нет. Если он захочет. Если он захочет, почему нет? Почему бы да? Вот, пожалуйста, вот построят, сделают тут все сам. Какая мне разница? Если при этом у меня будет какая-то независимая, нейтральная структура, да, технодзор в вашем лице или в ваших коллег, которая придет, вот, и все это проверит. Да, если она, то в этом случае роль вот тех рук, которые делает, она уже вторична, да, потому что есть какой-то контрольный механизм, в политике это называется система сдержки противовесов, да. Вот то же самое. Кстати, а как это, Юля, вы хотели добавить что-то? Да, я хотела сказать, просто у меня случай у нас такой был. Случай – это всегда самый интересный. Да, я пришла к своей, ну, как бы, к девушке, кто мне делает маникюр, а она соседка наша, и она сама устроила дом, она нанимала бригады какие-то отдельные. Во-во-во, вот это вот ключевое, да, она нанимала какие-то бригады. Да. Вот это вот очень часто происходит, несмотря на развитие, бурное развитие рынка строительных фирм. Вот, и она говорит, слушай, Юль, а у тебя же вроде бы, вот я, говорит, только узнала там из соцсетей, да, что у тебя муж технодзор, сосед наш. Вот, я говорю, ну да. Она такая, блин, а почему я раньше не знала? Вот ты, говорит, видишь, да, я построила дом. Ну, там коробка стоит, крыши накрыты, всё. Она говорит, мне построили, ушли они. И, блин, говорит, один столб упал, говорит, в доме, поскольку они ушли. Плохо приклеили. Я не знаю. Без закладной. Что они там сделали, да. Я говорю, ну так ты что, говорю, думала-то? Ты же, говорю, наша соседка, неужели, говорю, нельзя было попросить хотя бы, да, чтобы он иногда приходил и контролировал, что у тебя там делают? Она говорит, я даже не додумалась. Я говорю, ну сидим две блондинки и общаемся. Вот у человека упал столб. Не, ну это серьёзно, конечно. Хотя она рабочих, как бы, да, вот мы до этого разговаривали, это её знакомые порекомендовали ей, вот этих строителей. Ну, вот так вот, дом стоит уже год без окон, без дверей. Я уже не знаю, что это столба. Ну, обидно, конечно. Или без столба. Или без столба. Александр, а вот в сегменте профессиональной архитектуры есть какой-то вот рынок технодзоров? Есть каких-то вот рынок каких-то вот инспекций, компаний, которые занимаются независимым подтверждением качества? Конечно. Когда устроится какая-нибудь вилла или какая-нибудь гостиница, обязательно будут сторонние... Конечно, сторонние контролёры, потому что время – деньги. А ошибки – это плюс время, плюс деньги. Минус либо заказчику, либо исполнителю. Это разборки, это движение. Поэтому чем чаще будешь контролировать, тем быстрее и качественнее получишь результат. Это производство, так или иначе, которое должно двигаться. Если оно не будет функционировать, то все потеряют. Мы потеряем. То есть, каждый выезд архитектора стоит денег. Каждый выезд технодзорщика стоит денег. Каждый день бригады стоит денег. И если вот этот оркестр, как я уже сказал, да, не будет правильно функционировать, то эти деньги, а это сотни миллионов рублей, сотни тысяч миллионов рублей, их будет терять либо заказчик, либо участники цепочки. О миллионах. А дорого, кстати, стоит ваш выезд, Роман? По-разному. Зависит от удаленности объекта и от сложных. Вилка. Допустим, объект в 20 километрах от Казани. Подъезд спокойный нормальный. Если мы говорим о Казани и пригородах, то это от пяти тысяч за час работы. То есть, понятно, видимо, если у вас договор на сопровождение какого-то объекта, который предусматривает большое количество выездов, тогда это получается такой опт, тогда цена одного выезда получается меньше. Да, это пакетное предложение, конечно. Пакетное предложение. А рынок Москвы, он сильно отличается от Казанского с точки зрения ценообразования? Ну, судя по анализу, в принципе, не очень. У нас и квартиры стоят плюс-минус так же, как и в Москве, и стоимость услуг рабочих такая же. То есть, в принципе, мы мало отличаемся от московского региона. Понятно. Так, друзья мои, ну что, давайте постепенно подводить итог. Значит, я попробую сейчас обобщить то, что мы сказали. Если я что-то упущу, если что-то прошло мимо меня, вы меня тогда, пожалуйста, поправьте. Хорошо? Вот или, может быть, дополните или возразите. Мы всегда говорим о том, что хороший, качественный дом начинается с проекта. Но проект – это та вещь, которая существует на бумаге. Этот проект необходимо воплотить. И тут на авансцену у нас выходят подрядчики. То есть, те люди, которые будут делать это руками. Они будут рыть котлован, они будут делать фундамент, они будут возводить коробку, кровлю делать, отделку и так далее, и так далее. Это подрядчики. Есть разные форматы того, что это за подрядчики. Самым таким желаемым в большинстве случаев формат является привлечение на все виды работ какой-то строительной компании. Строительная компания, у которой есть опыт, у которой есть репутация, которая вам рекомендована. Проекты, которые вы могли посмотреть не только в интернете, но и живьем. Это в идеальном случае. Но привлечение компаний не является единственным возможным способом построить дома. Есть еще способ привлечения так называемых свободных бригад. Есть большой рынок достаточно этих свободных бригад, которыми руководит какой-то прораб, который в идеале берет на себя всю полноту ответственности строительства дома от начала и до конца. Я не могу сейчас сказать, какой способ однозначно лучше, потому что, на мой взгляд, эти способы могут быть практически равнозначными в случае, если у нас на арене появляется такое важное звено, часто пренебрегаемое, как технический надзор. Независимый технический надзор. Независимый аудит, который проверяет степень соответствия того, что делается, тому, что делается в проекте. То есть, технический надзор, который проверяет качество материалов, геометрию всего, что делается, правильность всех технологических действий, потому что что-то должно высохнуть и только после этого можно делать следующее и так далее. Залили плиту, она должна какое-то время постоять. То есть, все временные регламенты технический надзор тоже делает, он тоже проверяет. И если это есть, тогда у нас есть все основания надеяться на хороший результат. Подрядчики при этом могут быть разные. У них может быть разный стиль работы. У них могут быть какие-то разные особенности, разные стили работы. На то, насколько вы готовы смириться с этими естественными отклонениями какого-то среднего уровня, там много курит, мало курит, много звонит по телефону, мало звонит по телефону. Это уже зависит от ваших личных предпочтений. Мое личное мнение, что у меня вот этот диапазон допустимый, он большой. У Александра, как у профессионального архитектора, он скорее не такой большой. Потому что для меня потерянный день настройки не значит почти ничего. Для Александра, как профессионального архитектора, потерянный день настройки означает реально потерянные деньги. Поэтому уровень тривен здесь немного другой. В общем, если все свести воедино, тогда получается. Если вы имеете дело с рекомендованным подрядчиком, которого кто-то еще внешне контролирует, то тогда шансы, что ваш дом получится действительно хорошие, они достаточно высоки. Смена подрядчика может быть в ряде случаев неизбежна. Ну, понятно, если он ворует, если он косячит, если он оказывается, что он не умеет что-то делать, если он хронически, хронически у него повторяются какие-то вот косяки, которые он не хочет исправлять, да. Но если подрядчик знает свое дело, открыт к диалогу, умеет договариваться, признавать свои ошибки, вовремя их исправлять не за ваш счет, тогда, мне кажется, не за ваш счет, что важно. Потому что пусть он экспериментирует со своими деньгами. Тогда есть все шансы, что дом получится хороший. В остальном, как сказано, скупой платит дважды, ленивый трижды, дурак всю жизнь. Поэтому хотите нормальный дом, не экономьте на подрядчиках, не экономьте на времени, потому что вам может повезти так, как мне повезло, а может не повезти. И цена ошибки здесь на самом деле будет очень большая. Потому что есть такая категория еще, есть инфо-цыгане, а есть такие бродячие артисты, которые заняты на народной стройке, и они пользуются, они сознательно загоняют людей в этот цитнот, потому что когда человек в цитноте, он начинает неправильно принимать решения, он делает одну ошибку за другой, и потом он просто откупается вот этими лишними деньгами для того, чтобы оправдать собственное раздолбайство. Для того, чтобы не поводать в такой ситуации, пусть лучше чуть больше времени пройдет, пока вы найдете тех людей, глядя на которых и работая с которыми, у вас просто будет ощущение, что вы им доверяете. Тут трудно это на бумаге написать. Это должно быть какое-то, на мой взгляд, понятно, зафиксированное обязательство, но еще какое-то ощущение того, что это ваш человек и ваши люди, и вы им доверяете, и вам с ними комфортно. Для меня, например, еще очень важно было, чтобы подрядчик мог быть на связи, и после того, как все закончилось, для того, чтобы в случае, если что-то вызывает вопросы, он мог вернуться и посмотреть какой-то постпродажный. Особенно это важно для инженерного оборудования. Вы же понятно, что каменщик, он не придет к вам стену перекладывать. А человек, который делал вам теплый пол, который вдруг почему-то потом не работает, пожалуйста. Пока далеко не ушли, мне проснулся внутренний юрист. Всегда помните о договорах. Это да. Обязательно. Кто бы к вам не пришел, подрядная организация, частный прораб или вообще отдельная бригада, всегда нужно составлять договор. Ключевое здесь, в договоре прописывайте все условия, все, так скажем, договоренности, которые необходимы. И все это фиксируется под писями обеих сторон, чтобы не было потом лишних терок. И тот же каменщик, который выкладывал вам стену, если технадзор или более дорогой вариант строительной экспертизы выявляет какие-то дефекты, здесь вопрос того, сколько вы хотите за это заплатить. Иногда достаточно банально технадзора позвать. Уже этот вопрос может, так скажем, в большем проценте случаев решиться до суда. То есть, договор – это очень важный и тоже, так скажем, не последний момент, который необходим на любых строительных работах. Ну, у вас, Александр, я подозреваю, без договоров юридической экспертизы вообще, наверное, ни один объект не делается. Кстати, у вас были случаи судебных разбирательств? То есть, все решали, скажем так. Ну, то есть, опять же, время. Любой суд, вот мне ребята, которым свай поставили, как я уже показал, позвонили, сказали. Сначала позвонили, а потом показали. Я сначала им по телефону сказал, что, ну, поймите, вы можете очень долго с этой ноунейм-бригадой бегать за ними снимать деньги, а потом окажется, что у них ничего нет. Да, но когда они прислали эти кадры, я понял, что все-таки я бы наказал за такое, потому что это жесть. Но в целом время – деньги. Поэтому если, конечно, большие какие-то истории, то там компании судятся, юристов и так далее. Если человеку, ну, не принципиально, то он глаза закроет, пойдет дальше. Бывает и так, и так. Но договор – это действительно крайне важно. Нет, это важно, это важно. Это важно, и даже вот в период такой полудикой стройки, когда они заключались договоры, в любом случае, если вы… Все, что вы можете зафиксировать, надо зафиксировать и скрепить подписями, да, для того, чтобы потом не было что… А я думал, что это стоит 100 тысяч рублей. Хотя бы расписка. Расписки какие-то и так далее, и так далее, да. Потому что то, что написано пером, то не вырубишь топором. И поэтому устная договоренность – это не самое лучшее. Или хотя бы напечатано в мессенджере. Да, переписка тоже сейчас считается. Переписка считается доказательством в суде, поэтому если у вас на объекте, по объекту, да, там, имеется группа в каком-то мессенджере, в котором зафиксированы договоренности, да, там, может, даже первоначально без договора вы что-то обсудили, все там, и оба написали, да, согласовано все, как бы, работаем. Если какие-то изменения вы вносите в проект, да, согласованные опять, согласовать какие-то изменения, согласовать какие-то работы дополнительные, это очень часто бывает. И, в принципе, если оно зафиксировано в каком-то мессенджере, да, без рекламы, то уже здесь вопросы очень многие отпадают. Да. Скриншот банально показываешь. Да. Может удалить это такой, вот, пожалуйста, мы обсуждали. То есть, ну, это, скажем так, с опытом приходит, но это важно делать, и тогда проблем будет меньше. Ну, допустим, не знаю, отправляешь что-то подрядчику, заказчику там по телефону сказал, пишешь, отправляю тебе правки, значит, по такому-то этому, вот, там, заказчик согласен, он тебе должен ответить, ок, все, ок, ответил. Стал быть, согласился. У тебя есть доказательство, да. Я не знаю, насколько это уместно, я бы еще от себя добавил, что и вот мне лично, да, и многим моим знакомым, им очень важно вот психологически, чтобы подрядчик думал вместе с тобой, вот, в идеале, чтобы он не просто, но если он просто хорошо исполнил, хорошо сделал, это уже, это уже классно. Но если он еще включает голову и думает при этом вместе с тобой и говорит, что вот здесь может быть чуть иначе, а здесь можно сделать лучше, а здесь что-то может быть здесь добавить и так далее, и так далее, то это тоже достаточно ценно. Особенно для людей, которые не очень в технике, вот, как я, например, да. Для меня вот совет хорошего специалиста в этом смысле очень важный. Ну, например, когда мы делали, когда мы делали кухню, да, вот, нам посоветовали, у нас мойка, да, и за мойкой сразу окно. Вот там не поставить радиатор, да, нам там посоветовали поставить конвектор. Его не было в проекте изначально. Вот почему-то его не запроектировали. Мы поставили конвектор и остались очень довольны, потому что, ну, как бы, все равно там воздух теплый там подается и так далее, да. Вот, но здесь, конечно, здесь, конечно, да, люди должны быть просто неравнодушными в хорошем смысле этого слова. Они не должны перечеркивать проект и говорить, так, все, забываем, давайте делаем так, потому что я вот делаю это у всех своих друзей и родственников, да. Вот, но вот такая разумная креативность, мне кажется, можно только поддержать. Ну да. Да? Так, ну что, друзья мои, мы сказали, в принципе, все. Подрядчики, это не лотерея. Лотерея – это когда может повезти, может не повезти. Все-таки при выборе подрядчиков 9 из 10 зависит от вас, от того, как и кого вы выбираете. И сказать, что здесь вам просто тупо не повезло – это отговорка. Это отговорка, потому что выбор партнера при строительстве дома. Подрядчик – это партнер при строительстве дома. Это не просто какой-то механический исполнитель. Выбор такого партнера – это зона вашей ответственности. Никто, кроме вас, его не выберет. И поэтому после хорошего проекта – это вторая по важности история, которая в случае удачного и качественной ее реализации позволит действительно получить дом вашей мечты. Друзья мои, большое спасибо. Спасибо. Александр, Юля, Роман. Я рад был здесь видеть супругов Аристовых из Казани и Александра Неровню, архитектора с мировым, не побоюсь этого слова, именем. Кстати, Александр, а строительство у нас и в других странах, которых можно отнести к зрелым и богатым типа Эмиратов, оно как-то отличается? Или везде есть подрядчики, которые стоят в выключателе не так, как надо? Отличается. Отличается? В какую сторону? Мы строили, сейчас у нас заканчивается вилла в Омане, мы, скажем так, ее не контролируем, строим не мы, но нам присылают обзоры и так далее. Там, в принципе, та же самая Средняя Азия, как у нас делает. А как делает Средняя Азия? В США, ну вот как я сказал, розетки не добавляет, у вас может быть линия выключателей, да, гулять, то есть, ну, по настроению, у нас сейчас спамы строим, и там заказчик выбирал подрядчиков самых дешевых, и линия выключателей из 11 штук, по-моему, ну, в зоне ресепшн, пульт управления, да, она такая пьяненькая, то есть, сейчас это все вернут обратно человек в халате, он будет это все дело выравнивать. То есть, люди, по большому счету, везде одинаково, все хотят вкусно и сладко спать, меньше работать, больше получать и тратить меньше сил и энергии в надежде получить то же самое, как если бы они потратили много сил и много энергии. То есть, здесь, к сожалению, здесь рая на земле нет у нас. В США стройка намного дороже, намного дороже. А с точки зрения организации процессов, качества исполнения? Поскольку она дороже, она немножечко, ну, в сравнении с нами, но она, в принципе, там, дорогая, даже по штатам, и там какой-нибудь каркасный дом построить будет стоить столько, сколько у нас будет построить коробку для, ну, почти виллы, скажем так. Ну, я, честно говоря, думал, что, ну, нам же хочется, чтобы у нас была какая-то, вот, помимо нашей реальности, была какая-то другая реальность, где все хорошо. Мы постоянно натуральность придумываем. Она может находиться в прошлом, когда мы идеализируем, там, я не знаю, кто-то идеализирует Советский Союз, кто-то идеализирует Российскую Империю, да, вот, кто-то еще что-то идеализирует. Либо она где-то вот рядом с нами, там, но в другой, но в другой плоскости, например, там, мы любим идеализировать там ту же Европу, условно, там живут какие-то вот другие люди, вот эльфы какие-то, да. Вот, на самом деле, и тут я, помню, попадаю на YouTube-канал, YouTube-канал немецкой передачи, которая называется «Актенцайхен», это что-то наше, что-то вроде нашего «Человек и закон», только посвященного потребительскому поведению. И как вы думаете, какие я вижу там сюжеты первые? Я вижу там сюжеты про строительные компании, которые косячат направо и налево, да, и потому что нет нормального технодзора, заказчик получает не тот дом, который он хотел, который он хотел. Нет, серьезно, там был сюжет, когда какая-то немецкая семья, вот захотела там купить дом, захотела построить дом своей мечты и заказала дизайн-проект, и по дизайн-проекту должна была встать определенная мебель. Каково же было их удивление, когда эта мебель, она просто туда не влезала, не вмещалась и так далее, да. Это вот та самая Германия, про которую мы думаем, что там все по линейке, все по калькулятору, и если написано в документах, что здесь 20 сантиметров, что будет 20 сантиметров. Нет, не так. Люди, они везде по большому счету одинаковы. Где-то институциональные рамки и традиции держат их в большей узде, где-то в меньшей узде, где-то они в большей дисциплинированной, где-то в меньшей дисциплинированной. Но в принципе, здоровое сочетание пистолета и доброго слова дает гораздо лучший результат, чем просто доброе слово. Это я не призываю никого к тому, чтобы пользоваться пистолетами, но без контроля не очень хорошо получается. Бытует мнение, что хорошо там, где нас нет. Ну вот в том-то и дело, да, мы думаем, что есть какая-то вот другая реальность, где нас нет, где какие-то вот другие законы бытия действуют. Ну, на самом деле, хорошо там, где мы есть, и где мы контролируем процесс. Правильно. Делай, что можешь, тем, что умеешь, там, где ты есть. Поэтому, дорогие друзья, еще раз благодарю Романа, Юлию и Александра, которые сегодня составили нам компанию в нашем разговоре о правильном выборе правильных подрядчиков для строительства дома. Смотрите наш подкаст, слушайте наш подкаст, подписывайтесь на нас в социальных сетях, задавайте нам вопросы. Если у вас будут вопросы по технодзору, господин Арестов к вашим услугам, если вы хотите супер-мега-классный архитектурный проект, Александр Неровня, еще раз повторюсь, архитектор с мировым именем, всегда сделает вам такое решение, что все ваши соседи умрут от зависти, в фигуральном смысле. Желаю всем хорошего настроения и желаю построить дом вашей мечты и получать от этого дома только удовольствие, а не что-то другое. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова